Весьма интересное заявление сделал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солоха. То, что он говорил, касается полностью програничного кризиса между Белоруссией и Польшей. Он заявил, что, по всей видимости, полякам надо готовиться к затяжному миграционному кризису, который подготовил незаконный президент Белоруссии Лукашенко, и следует по максимуму укреплять собственную границу. Речь уже идет не о временных каких-то проволочных заграждениях, которые ставят поляки, а о полномасштабной, полноценной границе, которая, например, была в свое время между Восточным и Западным блоком до падения СССР. Речь идет о контрольно-следовой полосе, речь идет о камерах ночного видения, то есть камерами, полосой, стационарным забором, а не просто какими-то там колючкой. В России будет оборудована практически вся протяженность границы между Польшей и Белоруссией. То есть, де-факто, Лукашенко привел к тому, что делает из Белоруссии эдакий Бантустан, эдакую Северную Корею в центре Европы, где не только нарушаются, как только можно, права человека, но от которой, как от чумы, отгораживаются практически все соседи, кроме России, которая сама далеко не убежала. Интересен еще один момент, что Солоха заявил, что за Белоруссией стоит Россия. И, вне всякого сомнения, никакой бульба-фюрер не рискнул бы заниматься тем, чем он занимается, а тем, чем он занимается, это де-факто называется людоловство, торговлю людьми. И, де-факто, это терроризм также, не имея за спиной собрата по мышлению, по мышлению, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев незабвенный, такого, как Путин. Не будь Путина, не было бы никакого Лукашенко, давным-давно бы белорусы ему вышвырнули, к чертовой матери, на свалку истории, вместо с грязной тряпкой какой-то, там еще и прикидали бы сверху соломой и бульбой гнилой. И понятно, что такой террорист, такой бандит и такой узурпатор, как Лукашенко, может существовать только благодаря Путину, благодаря путинской России. И об этом тоже сказался Лоха, что, увы и ах, нам приходится иметь дело, де-факто, с военной агрессией против Польши, и за спиной у временного диктатора Беларуси Лукашенко, естественно, стоит кто? Стоит Россия. Именно поэтому польский чиновник заявил, что нужно готовиться к долгосрочному противостоянию. Я не знаю, тут опять-таки, тяжело сказать, почему он говорил, понимаете, о долгосрочном. Понятно, что Лукашенко так долго не протянет. Он не протянет до того времени, когда поляки оборудуют по-человечески все абсолютно на свою границу. Нет. Но, по всей видимости, Лукашенко попытается оставить за собой какого-то приставленного наследника, который будет ничем не лучше Лукашенко. Лукашенко-2 будет опять-таки творить то же самое. Поэтому, не доверяя возможным переменам во власти в Беларуси, в том плане, что пойдут ли они в хорошую сторону, а не окажутся ли косметическими, поляки рассматривают именно долговременный вариант укрепления границы с восточным соседом. Ну, а мы будем за всем этим наблюдать. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Будьте в курсе дела, будьте в курсе событий, чтобы знать, что у нас происходит.